Итак, сегодня мы поговорим про коллаген. Когда мы говорим о коллагене, сразу перед нами стоит только красивая сияющая молодая девушка. Но коллаген — это не только про красоту, коллаген — это про здоровье. Ведь при его недостатке в организме развиваются такие заболевания, как межпозвоночные, ближе межпозвоночных дисков, паковые ближи, пупочные ближи, ближе тазового дна, лучше наблюдается опущение тазовых органов и недержание мочи, нарушаются зрения, визорукость, ватарапта и так далее. Развиваются заболевания сосудов, варикозная болезнь и многие другие заболевания. Для того, чтобы решить этот вопрос, человеку нужно принимать коллаген внутрь. Коллаген должен обладать определенными качествами. Я рекомендую промолить фептиды коллагена. Почему? Потому что это жидкий коллаген. Только жидкий коллаген. Гидролизованный сможет усвоиться в вашем организме. Никакой другой вид, частично гидролизованный, не гидролизованный, это капсулы, это желатин, не усвоится в вашем организме. Должен быть определенный коктейль. Витамин В6, витамин В7, витамин С. Это кофакторы, необходимые для правильного усвоения коллагена. И наш коллаген, это лидер в дозировке на сегодня. Десять тысяч миллиграмм в одной порции. Он приятен на вкус. Вы не будете заставлять себя каждый день, закрыв нос, там, не знаю, какие-то еще моменты, принимать его. Он очень нравится многим по вкусовым меркам. И он очень высокоэффективен. Я, как врач-экушер-гинеколог, который занимается хирургией тазового дня в первый год, вижу в своей практике эффективность лечения, восстановления здоровья женщин с опущением тазовых органов, с ненужением мочи. Потрясающий эффект, потрясающий результат. И варикозное расширение ген малого таза. И остальные заболевания, которые связаны с недостатком коллагена в гинекологии. Замечательный помощник в нашей вине.